9 мая пройдет ряд мероприятий, посвященных этой знаменательной и замечательной дате для всего нашего народа. Ну а сегодня, уважаемые друзья, в нашем зале присутствуют ветераны Великой Отечественной войны. Давайте мы приветствуем их аплодисментами. Вот сегодня, такой важный для наших жителей день в сходе граждан, будут им вручены из рук головы нашего района юбилейные медали, посвященные 70-летию Победы Великой Отечественной войне. Еще раз аплодисменты. И сегодня, такой чести достоин Дмитрий Яковлевич Татаренко. Давайте поаплодируем и приветствуем его. Скажем спасибо за то, что сегодня над нами светит яркое солнце и мир шагается по планете. Сетеран Великой Отечественной войны Татаренко Дмитрий Яковлевич. Юмилейный медаль вручается Козлову Владимиру Ильичу. Ему также аплодисменты. Юбилейная медаль вручается Мироновой Белоиде Павловне, ветерану Великой Отечественной войны. Аплодисменты. И юбилейная медаль вручается Калини Андреевне Пулычевой, замечательному педагогу, ветерану войны. Юбилейная медаль и, конечно же, аплодисменты жителей Печкановой Маргарите Ивановне. АПЛОДИСМЕНТЫ Из руколада района. Юбилейная медаль также будет вручена Людмиле Михайловне Стрелковой. АПЛОДИСМЕНТЫ жителей нашего района. Юлия Миталь включается Марии Ивановне Богатовой. Аплодисменты не смолкают, уважаемые друзья. Юлия Миталь включается Николаю Анагоневичу Кряволу. Мы говорим спасибо за победу. И включаем юлия Миталь Ксенкову Петру Павловичу. Которая также находится в нашем зале. Спасибо вам большое. Намерное небо над нашими головами. Юлия Миталь включается Клавдии Александровне Ксенковой. Юлия Миталь. Юлия Миталь также включается от Марии Кузьминички Матросовой. Ветерама войны. Юлия Миталь. Юлия Миталь. Юлия Миталь. Юмилейная медаль в честь 90-летия победы вручается правому Петру Ивановичу. Юмилейная медаль вручается Марии Ивановне Гореловой. Также юмилейная медаль вручается Евгении Ивановне Гореловой. Уважаемые наши ветераны, уважаемый наш участник Великой Отечественной войны, по поручению губернатора Самарской области мы сегодня вам вручили такую награду, очень достойную, медаль в честь 10-летия победы. В нашем районе вот таких медалей мы должны в текущем году вручить 619. К сожалению, ряды наших участников войны с каждым годом, с каждым месяцем, с каждым днем рядеют. К сожалению, осталось сегодня 17 человек. Большие, конечно, за последние годы, за последний особенно год, понесли потери буквально на ногах, как Сазыкин. И здоровье как бы кончается, и человек уходит из жизни. Но тем не менее, жизнь продолжается. Мы сегодня благодарны вам за все то, что вы, как ветераны Великой Отечественной войны, действительно перенесли все эти тяготы, все эти лишения. И действительно, значит, не в меньшей мере на вас легла вот эта вот доля ответственности в тылу. Вы, не покладая рук, трудились в детском возрасте. Вы, не покладая рук, трудились в послевоенное время. И сделали все возможное, чтобы мы жили сегодня под мирным, значит, небом. Конечно, сегодня в мире неспокойно. Мы видим сегодня и на Украине, что происходит. Но благодаря нашему президенту, все-таки сегодня иметь такую выдержку, иметь такую решительность, чтобы заявление, значит, делать и, соответственно, принимать эти решения, сегодня как бы ситуация немного нормализуется. Мне бы хотелось сегодня всем вам еще раз сказать огромное спасибо. Низкий вам поклон. Здоровья вам, благополучия, дешевого распространяйства. И мы вам еще раз говорим огромное-огромное спасибо. Спасибо, Виктор Николаевич, ну и тоже, уважаемые ветераны, дорогие жители наших села. Позвольте мне исполнить для наших уважаемых ветеранов песню, которая называется «Дети войны». Дети войны Смотрят в небо глаза воспаленные Дети войны В сердце маленьком горе бездомное В сердце словно отчаянный гром Ленинградский гремит метроном Неумолчный гремит метроном Дети войны Дети войны Набиваются в темпушки открытые Дети войны Храним игрушки убитые Никогда я забыть не смогу Крошки хлеба на белом снегу Крошки хлеба на белом снегу Дети войны Продолжение следует...